В эфире Вести Утро Кабардино-Балкария, в студии Елена Кушхова. Здравствуйте и спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик молока новой деревни? Проект строительства туркластер на Северном Кавказе отвлечет от горнолыжных курортов Европы не только россиян и европейцев, но и туристов с Ближнего Востока. Об этом на встрече с президентом страны Дмитрием Медведевым в Краснодаре заявил спецпредставитель главы Франции по развитию экономического сотрудничества с Россией Жан-Пьер Тома. Он входит в состав директоров компании и курорты Северного Кавказа. Тома дал высокую оценку ходу строительства и качеству русского снега, а также заявил, что проект обернется безусловной удачей. Французская сторона, в свою очередь, готова сделать все, чтобы совместные действия принесли пользу среднему классу. Появление туристического кластера на Северном Кавказе, по словам спецпредставителя, изменит, цитата, геополитическую диспозицию в области туризма не только для этого региона, но и для Среднего и Ближнего Востока. Европейская молодежь должна изучать Россию, и она сможет это сделать, воспользовавшись возможностями горнолыжных курортов, добавил Тома. Он также дал понять, что французский бизнес интересует и другие секторы российской экономики. В качестве примера привел гостиничную отрасль и вертолетостроение. Большой с доставкой на дом один из ведущих театров России преподнес бесценный подарок поклонникам высокого искусства – онлайн-трансляция балетных постановок на видеохостинге YouTube. Теперь «Челкунчик» или «Лебединое озеро» смогут посмотреть жители даже самых отдаленных от столицы сел и городов. Это не первый подобный опыт Большого театра. В прошлом году совместно с двумя французскими компаниями был запущен проект прямых трансляций спектаклей в кинотеатрах 22 стран мира. Что же предстоит увидеть российским любителям балета, имеющим доступ к интернету? К примеру, уже в апреле зрителям будет представлен балет Дмитрия Шестаковича «Светлый ручей». Ознакомиться с полной афишей сезона 2012-2013 можно по адресу, который у вас на экране. Дмитрий Шестакович В завершении подготовили участникам встречи небольшой, но приятный сюрприз – национальные блюда. Проводить же такие собрания Лига молодежи Кавказа теперь планирует регулярно. Появился у молодежи Кавказа и свой гимн. Автор, исполнительница, студентка из Томска Сюзанна Джагинян. Она входит в состав еще одной патриотической молодежной организации, на этот раз «Дети гор». По ее словам, на написание теперь еще одного из символов народов Кавказа, ее вдохновила сплоченность и дружба молодежи различных национальностей в составе этой самой организации. Песня посвящена истинным патриотам, которые верны таким важным на Кавказе качеством, как честь, гордость и милосердие, считает певица. Небо над столицей республики прошлым вечером залилось множеством красных огней. Добавить солнца в последние зимние деньки решили молодые активисты из Владикавказа и подрастающие поколения нальчан. Они устроили модное нынче движение «Флэшмоб». С неутомимым энтузиазмом ребята пытались привести в жизнь одну из главных китайских традиций – запустить в бесконечную даль так называемые небесные фонарики. Разные по форме, цвету, некоторые с текстами пожеланий и даже заявками исполнить заветную мечту. Фантазии не было предела. Одни из участников движения приобретали фонарики у организаторов, другие подготовились к акции основательно, резали и клеили огненные шары собственными руками. Однако ни те, ни другие на вопрос, что знаменует запуск китайских фонариков, ответа не нашли. А ведь все предельно просто, говорят авторы идеи и уверяют. Отправляя цветные горящие фонари ввысь, вы расстаетесь со своими проблемами и неприятностями. К этому часу у меня вся информация. До встречи ровно через полчаса. В эфире «Вести утро. Кабардино-Балкария» в студии Елена Кушхова. Здравствуйте и спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик молока новой деревни? Проект строительства туркластера на Северном Кавказе отвлечет от горнолыжных курортов Европы не только россиян и европейцев, но и туристов с Ближнего Востока. Об этом на встрече с президентом страны Дмитрием Медведевым в Краснодаре заявил спецпредставитель главы Франции по развитию экономического сотрудничества с Россией Жан-Пьер Тома. Он входит в состав директоров компании курорта Северного Кавказа. Тома дал высокую оценку ходу строительства и качеству русского снега, а также заявил, что проект обернется безусловной удачей. Французская сторона, в свою очередь, готова сделать все, чтобы совместные действия принесли пользу среднему классу. Появление туристического кластера на Северном Кавказе, по словам спецпредставителя, изменит, цитата, геополитическую диспозицию в области туризма не только для этого региона, но и для Среднего и Ближнего Востока. Европейская молодежь должна изучать Россию, и она сможет это сделать, воспользовавшись возможностями горнолыжных курортов, добавил Тома. Он также дал понять, что французский бизнес интересует и другие секторы российской экономики. В качестве примера привел гостиничную отрасль и вертолетостроение. Большой с доставкой на дом один из ведущих театров России преподнес бесценный подарок поклонникам высокого искусства – онлайн-трансляция балетных постановок на видеохостинге YouTube. Теперь «Щелкунчик» или «Лебединое озеро» смогут посмотреть жители даже самых отдаленных от столицы сел и городов. Это не первый подобный опыт Большого театра. В прошлом году совместно с двумя французскими компаниями был запущен проект прямых трансляций спектаклей в кинотеатрах 22 стран мира. Что же предстоит увидеть российским любителям балета, имеющим доступ к интернету? К примеру, уже в апреле зрителям будет представлен балет Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей». Ознакомиться с полной афишей сезона 2012-2013 можно по адресу, который у вас на экране. Обрести поддержку, защиту или просто встретиться с земляками в Москве открылось отделение Лиги молодежи Кавказа. Первую встречу в ее стенах провели студенты из Кабардины Балкарии, учащиеся в московских вузах. Приветствовал участников слета один из основателей организации «Тимиржан Байсиев». Как старший наставник он призвал молодых людей быть достойными детьми своей родной республики, держаться вместе и просто быть культурными и воспитанными представителями Кабардины Балкарии. Ну а горянки в завершении подготовили участникам встречи небольшой, но приятный сюрприз – национальные блюда. Проводить же такие собрания Лига молодежи Кавказа теперь планирует регулярно. Появился у молодежи Кавказа и свой гимн. Автор, исполнительница, студентка из Томска Сюзанна Джагинян. Она входит в состав еще одной патриотической молодежной организации, на этот раз «Дети гор». По ее словам, на написание теперь еще одного из символов народов Кавказа, ее вдохновила сплоченность и дружба молодежи различных национальностей в составе этой самой организации. Песня посвящена истинным патриотам, которые верны таким важным на Кавказе качествам, как честь, гордость и милосердие, считает певица. Небо над столицей республики прошлым вечером залилось множеством красных огней. Добавить солнца в последние зимние деньки решили молодые активисты из Владикавказа и подрастающие поколения нальчан. Они устроили модное нынче движение «Флэшмоб». С таким энтузиазмом ребята пытались привести в жизнь одну из главных китайских традиций – запустить в бесконечную даль так называемые небесные фонарики. Разные по форме, цвету, некоторые с текстами пожеланий и даже заявками исполнить заветную мечту. Фантазии не было предела. Одни из участников движения приобретали фонарики у организаторов, другие подготовились к акции основательно – резали и клеили огненные шары собственными руками. Однако ни те, ни другие на вопрос, что знаменует запуск китайских фонариков, ответа не нашли. А ведь все предельно просто, говорят авторы идеи и уверяют. Отправляя цветные горящие фонари ввысь, вы расстаетесь со своими проблемами и неприятностями. На этом я прощаюсь с вами до завтра и желаю удачного начала рабочего дня. Субтитры создавал DimaTorzok